Слава Богу, дорогие друзья, что мы снова благодаря благодати Божьей имеем прекраснейшую возможность поправить свои светильники и проверить запас масла, пока еще есть время. Мы уже подходим к последним темам нашего библейского семинара «Карта событий последнего времени» и прошли немалый путь, изучая Библию и труды Духа Пророческого, получив немалый свет относительно событий последнего времени. Но важнее не то, сколько мы получили света, хотя и это важно, но важнее все-таки то, живем ли мы в этом открытом нам, по милости Божьей, свете. Хочу также признаться, что, готовя эти темы, я не все сразу тоже могу понять и принять, и поэтому я несколько раз переслушиваю сказанные Богом через мои уста и каждый раз открываю для себя что-то новое и интересное. Попробуйте и вы сделать так же, и уверен, что и вы увидите больше. Также прошу молиться обо мне, чтобы враг не использовал мои уста для своих целей, чтобы меньше было сказано от себя, нежели от Бога. Я очень нуждаюсь в ваших молитвах. Я осознаю ответственность за слова, сказанные во имя Бога. Пусть благословит нас Господь всегда двигаться в верном направлении, и чтобы во время этого движения наша вера в Слово Божье уверенно укреплялась. Господь говорит, и как ты сохранил Слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которые придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Сегряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет оттуда. И напишу на нем имя Бога моего, имя Града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Книга Откровения, 3 глава, 10 стих. Меня всегда вдохновляют вот эти слова моего любимого и сильно любящего Господа. Они касаются непосредственно 144 тысяч, у которых имя Господа будет написано на их челах. Великолепнейшие обещания Божьи своему немощному народу, который войдет в самую гущу демонического зла и пройдет через нее благодаря подобным обетованиям. И как мы исследовали в прошлой теме, нам нужно будет пройти через этот демонический огонь, чтобы наш характер заблестел, отражая славу Христа. Пройдя через эти мощные испытания, мы полностью возненавидим грех и его родоначальника, и они с корнем будут вырваны с наших сердец. И во всю вечность мы будем находиться непосредственно вблизи самого трона Божьего. У нас с вами есть сильная перспектива быть живым воплощением закона Божьего, выраженного в десятикратких заповедях. Уже сегодня. И я уверен, что всем нам уже сегодня даровано великое преимущество стремиться с Божьей силою и непредалимым желанием оказаться среди этих воинов веры, веры Христовой. Вестница Господня говорит, что кроме искупления человека план спасения имел и другое, не менее важное и глубокое назначение. Смерть Христа ради искупления человека не только открывала людям путь к небу, она должна была перед всей вселенной оправдать действия Бога и Сына во время восстания сатаны. И именно эта группа, 144 тысячи, непосредственно будут вовлечены в оправдание своего любимого и верного Творца. Ведь именно они и докажут всем непадшим мирам, что закон Божий, этих десять кратких и святых заповедей, отражающих характер Бога, но оклеветанный дьяволом и его сторонниками можно исполнить благодаря силе незаслуженной благодати Божией, которую он запечатлел и утвердил своей кровью, кровью невинного Анца, который взял на себя все наши немощи и понес их на крест. В день жестокого испытания продолжает Дух Пророчества Христос скажет «Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собою двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев». Что это за покои? Где они должны укрыться? Это защита Христа и его ангелов. Во время скорби народ Божий не будет собран в каком-либо одном месте, он будет разбросан по всему лицу земли. Я видела, что святые оставили города и селения и, объединившись в группы, жили в уединенных местах. Ангелы обеспечивали их хлебом и водой, хотя нечестивые страдали от голода и жажды. Ночью мне было показано поразительное видение. Казалось, что происходит большой вооруженный конфликт. Передо мной встал Вестник Божий и сказал «Позови своих домашних, я выведу вас, следуй за мной». Он повел меня темным лесом, затем мы шли через горные ущелья. «Вот здесь ты будешь в безопасности», – сказал он. Затем в это убежище были приведены и другие. Небесный Вестник сказал «Время скорби подкралось, как вор, как вор ночью». Господь предупреждал вас об этом. Это видение, которое Господь дал Вестнице Божьей, оно является прообразом того, что с нами будет в последние дни. Во время скорби, как раз пред предшествием Христа, жизнь праведников будет сохранена благодаря небесным ангелам. Но нарушители закона Божьего лишатся их защиты. Ангелы не смогут тогда защитить тех, кто пренебрег хотя бы одним из божественных предписаний. В последние дни истории Земли Господь чудесным образом будет действовать во благо тем, кто непоколебимо отстаивает истину. Во время скорби, скорби, невиданной с тех пор, как существуют люди на земле, его избранный народ будет несокрушим. Сатана вместе со всем своим воинством зла не сможет погубить самого слабого и святых Божьих. Могущественные ангелы защитят их, и ради них Бог явит себя, как Бог Богов, могущий спасать всех, доверяющихся Ему. После окончания времени благодати Вестница Господня утверждает о том, что мучеников не будет. Подобно изгнанному пленнику, они будут бояться умереть от голода или насилия, но святой, который раздвинул черное море пред израильтянами, проявит свое могущество и освободит их. «И они будут моими», — говорит Господь Саваоф, «собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». Малахии 3, 17. Если бы в то время проливалась кровь верных свидетелей Христовых, а мы заметим, что время скорби, когда уже будут язвы падать, когда уже все люди сделают свой выбор, то эта кровь, пролитая верных свидетелей Христовых, она не могла бы, подобно крови мучеников, быть семенем, которое принесло бы плод жатвы Божией. Почему? Потому что люди, уже живущие на земле, уже сделали свой выбор, кто за Богом, кто против Бога. «Их верность не смогла бы быть свидетельством, убеждающим в истине других, потому что волны милосердия разбились бы, обожесточенное сердце, и больше не возвратились. Если бы праведные теперь стали добычей своих врагов, это принесло бы большую радость князю тьмы». Христос говорит «Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собою двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие. Чудесным будет освобождение тех, кто терпеливо ожидал его явления, и чьи имена записаны в книге жизни». Когда дети Божьи продолжают в молитве бороться с Богом, завеса, скрывающая от них невидимое, приоткрывается. «Небеса сверкают с зарей вечного дня, и они слышат слова, подобные звукам ангельских хоров. Твердо держите, что имеете, помощь приближается». Драгоценный Спаситель придет нам на помощь в самый нужный час. Если бы люди обладали духовным зрением, они увидели бы вокруг тех, кто сохраняет слово терпения Христа, могущественных ангелов. С нежностью и сочувствием ангелы наблюдают за их страданиями и слышат их молитвы. Они ожидают лишь слова своего Повелителя, чтобы освободить их от опасности. Вся Вселенная взволнованно следит за завершающими сценами великой борьбы между добром и злом. «Наш маленький мир – это учебник для Вселенной», засвидетельствовала Вестница Господня. «Нечестивые во время язв». «Вот наступают дни, говорит Господь, «Когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, но не найдут его». Книга Амоса, 8 глава, 11-12 стихи. «Когда нежный голос милости умолкнет, страх и ужас охватит нечестивых, с жуткой отчетливостью для них прозвучат слова «Слишком поздно!» «Слишком поздно!» Христос на кресте ощущал почти то же, что будут ощущать грешники во время излития на них чаш Божьего гнева. Невыразимое отчаяние, подобно смертному саванну, окутает их виновные души, и они в полной мере поймут всю отвратительность греха. Те, кто не оценил Слово Божьего, будут метаться, скитаясь от моря до моря, от севера к востоку, в поисках Божьего Слова». Ангел сказал, «Они не найдут его. На земле будет царить голод, не голод хлеба, не жажда воды, а жажда слушания слов Господних». Что бы они только ни отдали за одно Слово утешения от Бога. А как сегодня верующие люди тратят своё свободное время? Многие из них не хотят слышать этого Слова, но придёт время, когда время у них золотое и драгоценное будет отнято, и тогда они восплачут и возрыдают о Слове Божьем. Многие нечистилцы сильно разъярились, страдая от язв. Их мучения были ужасны. Родители горько упрекали своих детей, дети родителей, братья сестёр и сёстры братьев. Люди изливали горькую ненависть и упрёки на служителей, говоря, «Вы не предупреждали нас, вы говорили нам, что весь мир обратится», и успокаивали возникавший страх словами «Мир! Мир! Вы не рассказывали нам об этом часе!» Хочу также сказать, что сегодня многие проповедники, даже и среди наших братьев, к сожалению, не трубят об опасности последних дней, о том, что воскресный закон пробивает себе дорогу, и о том, что папство набирает силу и мощь, объединяясь с падшим протестантизмом, под влиянием падших ангелов, для того, чтобы внезапно нанести удар в спину Божьему народу. Народу необходимо очнуться и осознать нынешние опасности. Стражи спят. Мы отстали на многие годы. Пусть начальники стражи ощутят настоятельную необходимость обратить внимание на самих себя, дабы не упустить возможность распознать опасность. Если руководящие братья в наших конференциях ныне не примут весть, посланную им Богом, и не предпримут решительных действий, церкви понесут большой урон. Когда страж видит идущий меч, он трубит определенный сигнал, а люди по цепочке передают его, чтобы все имели возможность подготовиться к сражению. Какие сильные и актуальные для нас слова. Но слишком часто руководитель колеблется, как бы говоря, давайте не будем слишком спешить. Это может быть ошибка. Нам следует быть осторожными, дабы не поднять ложную тревогу. Его колебания и нерешительность красноречивого пьют. Мир и безопасность. Не надо волноваться. Не тревожьтесь. Вопрос о поправке к религиозному закону раздули больше, чем он того заслуживает. Все тревоги вскоре сами собой пройдут. Таким образом, руководитель в действительности отвергает весть, посланную Богом, а предостережение, которое должно было пробудить общины, не достигает цели. Труба стража не издает определенного звука, и народ не готовится к сражению. Пусть страж будет на чеку, иначе из-за его колебания и промедления души пойдут в погибель, и кровь их будет взыскана от его руки. Господи, помоги нам, как Твоим стражам, трубить тревогу. Трубить тревогу об опасности, которая сегодня подступила к нашим укреплениям. То, что мы читали, мы видим, что сегодня многие говорят, что рано еще трубить о том, что воскресный закон прокладывает себе дорогу в темноте. Рано еще трубить. Но Вестница Господня говорит, что когда протестантский мир своим отношением делает уступку Риму, давайте воспряним, оценим ситуацию и увидим вставшие пред нами испытания в его истинном значении. Я думаю, сегодня уже ни для кого не секрет, что протестантский мир уже подал руку католицизму, и папство подало руку спиритизму, и этот тройственный союз уже делает все возможное для того, чтобы притупить бдительность верным стражам Божьим. Пусть ныне стражи возвысят свои голоса и провозгласят весть насущной истины для настоящего времени. Давайте покажем людям наше место в пророческой истории и постараемся поднять дух истинного протестантизма, пробуждая мир к сознанию ценности права на религиозную свободу, которой люди пользуются. О чем эта весть насущной истины для настоящего времени? В чем ее суть, дорогие? Я уже не раз это спрашиваю своих братьев. Суть вести в том, что грехи Вавилона будут разоблачены, ужасные последствия навязывания церковных постановлений силой гражданской власти, наступление спиритизма, незаметные, но быстрые распространения папства, все будет разоблачено. Эти торжественные предостережения взволнуют тысячи и тысячи людей, никогда еще не слышавших ничего подобного. С изумлением они узнают, что Вавилон это церковь, которая пала вследствие своих заблуждений и грехов, и вследствие отвержения истины, посланной небом. Об этом свидетельствует книга «Великая борьба», страница 607. Вот в чем весть для последнего времени. предупредить народ, что папство незаметно, но уверенно распространяет свои позиции, готовя удар по свободе совести. Папство тихо и незаметно укрепляет свои позиции. Неужели мы этого не видим? Они готовятся для сильного и внезапного удара по позициям спящих дел, таким шатким позициям, которые пребывают в покойном ладикийском состоянии. А церковь никак не может проснуться. Дорогие братья, я уверен, что все вы слышали такой новый термин «гибридная война». И все соглашаются с этим. Но существует и духовная гибридная война, более подлая и тихая. Молитвенные дома закрываются, скоро закроют и онлайн-ресурс, и нас убеждают, что это не преследование веры нашей и что это не гонение. Дорогие братья, те, кто утверждает, что это не гонение, дайте конкретный аргументированный ответ, что это сегодня происходит. Если вечерю Господню отменили по всей вселенной, запретили собрание народа Божьего, почему же не собраться в малых группах по домам? Как легко мы отказались от привычных богослужений? И это не только служителей касается, а и всех членов церкви, которые не противились этим новым дьявольским правилам. Мы, дорогие, мы с вами провалили экзамен. Где уверенность сегодня, что мы сдадим генеральный зачет завтра, если с такой легкостью сдали вчерашние свои позиции? Ильвина Ядоля вины в этом на стражах, которые продались суете и мнимому покою, за которым и стоят дьявол и его армии злобы поднебесной. Проснитесь и действуйте. Если сегодня не проснетесь, то завтра будет поздно. Помните, что сказал Мардахей Эсфири? Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского. Дорогие братья мои, подумайте над этими словами. Проснитесь и действуйте. Если сегодня не проснетесь, то завтра будет поздно. Не за уважение и признание общественности сегодня мы должны ратовать, ибо очень скоро весь мир повернется против нас и те, кому мы желали угодить, будут убивать нас. Нам с вами передана сильная и актуальная трехангельская весть, именно ее, а не что иное мы должны представить в своей жизни для свидетельства всем людям. Вовлечены ли вы в дело прославления Бога? Подумайте над этими вопросами. Если сейчас этого не сделать, то Церковь Божья понесет большой урон. Так говорит Дух Святой через свою вестницу. Бог призывает нас пробудиться, ибо конец близок, каждый проходящий час является часом активной работы в небесных дворах, по подготовке людей на земле для участия в великих событиях, которые вскоре начнутся. Каждое прошедшее мгновение, кажущееся нам таким незначительным, очень весомо с точки зрения интереса вечности. Эти мгновения решают судьбы людей либо для вечной жизни, либо для вечной смерти. Слова, которые мы сегодня говорим народу, дела, которые мы совершаем, дух вести, который мы несем, все это будет либо запахом живителем на жизнь, либо запахом смертоносным на смерть. Пусть эти слова запечатлятся в нашем разуме. И заметьте, это не мои слова, это сказала вестница Господня, а ее наставлял Святой Дух. Дорогие стражи, братья мои, раскройте глаза и трубите тревогу, народ Божий доверенный вам смертельной опасности. Пророк Иеремия также подобной ситуации засвидетельствовал. Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями, и если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана? Друзья, услышьте эти наставления, и примите их во все оружие свое, и поднимитесь с колен ваших. Люди изливали горькую ненависть и упреки на служителей, говоря, вы не предупреждали нас, вы не рассказывали нам об этом часе, а тех, кто предупреждал нас, вы называли фанатиками и злыми людьми, желающим нашей гибели. Как много сейчас мы видим преследований в нашей церквях, тех, кто думает не так, как большинство, и мыслят иначе. Я видела, что служители не избежали гнева Божьего, их мучения были в десять раз сильнее мучений обычных людей. Когда беспощадные суды Божьи посетят землю, как же будут завидовать нечестивые тем, кто окажется в убежище Всевышнего, там, где Господь укроет всех возлюбивших его и повинующихся его заповедям. Мне нравится, как сказал однажды адвентистский пастор Билл Ливерсидж, посвятивший свою жизнь прославлению Христа через раскрытие истины о праведности по вере. Тот факт, что мы имеем много света, не означает, что мы имеем силу, которая будет сопровождать этот свет. В обладании этим светом нет никакой пользы тому, кто не ходит в этом свете. Иисус с величайшим уважением относится к праву каждого человека поступать соответственно своей собственной вере, вместо борьбы с грехом, а я еще добавлю, и грешникам у нас есть выбор обликаться в ум Христов каждый день нашей жизни. Вот что самое главное. Не пресекать тех, кто не так думает, как мы, а обликаться в ум Христов каждый день нашей жизни. Будьте учениками Христовыми и уважайте выбор каждого человека, а не притесняйте. Особенно в сегодняшнее время нам нужно объединиться в проповеди Евангелия о невнутренних разборках и противостояниях. Мудрые девы копят запас масла, а не растрачивают его. Дух пророчества говорит, что если ты услышал сплетню и не остановил того, кто ее распространяет, то ты теряешь Духа Святого. Все старающиеся извинить или скрыть свои грехи и оставляющие их отмеченными в невестных книгах неисповеданными и непрощенными будут побеждены сатаной. Чем выше и почетнее положение, занимаемое ими, тем хуже их поведение в очах Божьих и тем вернее триумф их великого противника. Те, которые откладывают свое приготовление ко дню Господню, не смогут сделать этого во время скорби или когда-либо позже. Положение таковых будет безнадежным. Те номинальные христиане, которые встретят последнее страшное время неприготовленными, будут в отчаянии исповедовать свои грехи в словах горящих ужасом и нечестивые будут ликовать над их горем. О ком это говорится? Это говорится от тех исповедующих истину. Нечестивые будут ликовать над их горем. Эти признания того же рода, что и признания Исава или Иуды, поступающие так, оплакивают последствия нарушений, а не свое вину. Они не испытывают истинного раскаяния или отвращения греху. Они признаются в своих грехах из-за страха перед наказанием. Однако, подобно фараону древности, они вновь стали бы бросать вызов небу, если бы наказание было снято. История Иакова является и заверением в том, что Бог не отвергает обманутых, искушенных и склонных ко греху, но в искреннем раскаянии обратившись к нему. В то время, как сатана будет делать попытки погубить этот класс людей, Господь пошлет своих ангелов, чтобы утешить и защитить их в опасное время. Скоро настанет время тяжкое, какого не бывало. Тогда мы будем нуждаться в опыте, какого мы сейчас не имеем, и для приобретения которого многие слишком ленивы. Самое живое воображение не может измерить величину этого огненного испытания. В это время испытания каждая душа должна будет отвечать только за себя пред Богом. Даже если бы Ной, Даниил и Ио были на земле, то они, живуя, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей праведностью своей, они спасли бы только свои души. Теперь, когда наш великий первосвященник совершает наше примирение, мы должны стремиться стать совершенными во Христе. Наш Спаситель даже ни одной мыслью не уступил силе искушения. Сатана находит в человеческом сердце какое-либо пятно, за которое можно было бы зацепиться достаточно одной греховной склонности, посредством которой его искушения утверждают свою власть человека. И как прискорбно, я повторюсь, и как прискорбно, когда сегодня среди адвентистов и даже среди служителей мы слышим слова, что грешить это нормально. И мы будем грешить до самого пришествия Христа, и тогда Он придет и по своей милости даст нам одежду праведности. Это все ложь. Этого не будет, потому что свидетельство о Господне свидетельствует, что теперь, когда наш великий первосвященник совершает наше примирение, мы должны стремиться стать совершенными во Христе. И когда Он уже выйдет с небесного святилища, тогда уже будет поздно. Но Христос сказал о себе, идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. Сатане ничего не удалось найти в Сыне Божьем, при помощи чего он мог бы одержать над ним победу, потому что Христос соблюдал заповеди Отца Своего, и в Нем не было никакого греха, которым Сатана мог бы воспользоваться для своего преимущества. Внимание, дорогие, это и есть то состояние, в котором должны быть найдены те, кто должен будет устоять во время скорби. Уже в этой жизни мы должны удалить от себя всякий грех через веру, примиряющую кровь Христа. Какие торжественные заявления и предупреждения. Я благодарен Богу, за духа пророчества. Как сказал один проповедник, что это военная разведка. На нас возлагается обязанность действовать, объединившись с теми силами, которые небо использует для формирования нашего характера по божественному образцу. Никто не может пренебречь этой работой или отстрочить ее, не подвергая при этом свою душу самой страшной опасности. Мое пожелание всем нам приобрести с силой у возлюбившего нас такое же состояние праведности и святости, которое имел Христос, когда смог сказать эти слова «идет князь мира от сего, но во мне не имеет ничего». С уверенностью скажу, что это состояние будут иметь 144 тысячи. В следующей теме семинара мы рассмотрим вопросы об Армагеддоне и втором прошествия Христа. Если, конечно, на то будет Божья воля, благословение всем нам и не забывайте ставить свои отметки в комментариях и рассылать эти материалы для свидетельства нашим ближним. Бог рядом. И Он жил, Он победил и поможет нам победить, если мы с детской верой и доверчивостью устремимся к престолу благодати и милости. И не забудем, что самая опасная вещь для христианина это иметь истину и не поступать в соответствии с ней. Этот опыт обязательно закончится самообманом и потерей духовной проницательности, которая нам нужна сейчас и особенно тогда, когда будут эти серьезные переживания. Она нужна нам как воздух среди омерзительного и зловонного смертельного запаха мирской убаюкивающей суеты. Убереги нас от этого наш, милосердный Боже, во имя Сына Твоего Иисуса Христа просим, да будет слава вся только Тебе, единому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Сына Твоего Иисуса Христа Сына Твоего Иисуса Христа Сына Твоего